очень радостно за нашу сборную за то что мы сумели выступить очень хорошо и привести вот этот кубок домой в россию немножко уже потихонечку проходит та усталость которая психологически и физически накопилась после турнира и сейчас конечно уже такое полное моральное удовлетворение от проделанной работы от результата и конечно очень радостно что мы стали пятикратными победителями евролиги с португальцем была несколько другая игра и мы понимали что надо особенно внимательно сыграть их с первой четверкой который сейчас так наверное может быть лучшей четверка в европе вот где играют братья мартинсы где играет джордан к счастью это получилось мы в общем-то лишили их контроля под мечом то есть их сильной стороны и на мой взгляд диктовали по ходу всего матча свои условия и так все это вылилось в такой хороший счет 3-1 вернулись в гостиницу все помылись привели себя в порядок вот и все вместе всей команды отправились в ресторан немножечко буквально посидели потому что был ранний вылет и все были в очень хорошем настроении понимали что сделали большое дело ну да это главный вопрос который сейчас был у нас перед суперфиналом и в общем то практически были лишены в силу календаря времени на полномерную подготовку к турниру буквально за три дня до матча мы прибыли только в италию и не так много вернее сказать даже очень мало времени у нас было плюс ко всему прочему травму получили наши лидеры многолетние алексей макаров и дмитрий шишин и не сумели принять участие здесь суперфинале но вот три дня было на то чтобы определить уже те сочетания которые выйдут играть и уже на самой последней тренировке в общем-то были видны те квартеты которые на мой взгляд должны были это сделать максимально эффективно те футболисты которые скажем так не так много времени провели составе сборной они сыграли честно говоря даже выше моих ожиданий они выполнили всю установку полностью они сыграли очень тактически грамотно и очень самое главное самоотверженно их мотивация зашкаливала но они сдерживали свои скажем так лишние эмоции и все вылили хороший футбол все они так или иначе очень любят пляжный футбол очень любят выступать за сборную для них это большая честь хотя и большая ответственность и то как они тренируются как они ведут себя в быту в общем-то всегда настраивает меня на самые позитивные мысли наверное так или иначе все они разные по характеру это да но как-то пока удается найти к ним ключики однозначные лидеры нашей сборной это юрий крышенинников антон шкарин по ходу этого турнира они это лишний раз доказали на буквально совершенно другие более весомые роли выдвинулся за последние сезоны артур папоротник который получил приз здесь лучшего игрока турнира вот эти футболисты сыграли очень сильно но и конечно не могу не отметить нашего вратаря максима чушкова который просто фантастический турнир провел и его вклад в победу колоссаль андрею бухлицкому надо пожелать выздоровления до его очень тяжелых травм да все проходит у него достаточно непросто и хочется пожелать чтобы он как можно быстрее справился со своими сложностями благодарен и пляжно-футбольного клуба локомотив и российскому футбольному союзу в лице генерального директора сан-сан чалаева за ту поддержку которую они оказывают андрею бухлицкому ну ребята сборной там медицинский штаб административный штаб также всем чем он может мы ему помогаем очень хочется чтобы он восстановился ни в коем случае это не тренировочный турнир этот турнир очень весомый хотим там успешно выступить потому что этот турнир на котором мы традиционно успешно выступаем в предыдущие шесть турниров мы три раза выиграли два раза были вторыми один раз бронзовый хотелось бы выступить не менее успешно чем в прошлые годы вот тем более что у нас сейчас сложилась как мне кажется такая интересная команда которая может выстрелить на мишканитальном кубке на этом турнире фантастическая атмосфера каждый год много болельщиков в том числе из россии игры проходят при искусственном освещении очень все это красиво обычно классная телекартинка и самое главное лучшие команды мира собираются здесь и мы не имеем права ударить в грязь лицом хотим в этом году побороться за этот трофей плюс у нас есть большое желание дать бой действующим чемпионам мира бразильцам в одном единственном матче мы лишились путевки на чемпионат мира до сих пор считаю что по ходу того отборочного турнира мы играли очень прилично и выиграли 7 матчей из 8 но видите как тяжело попасть в четыре лучшие команды в европе где-то с одним поражением в восьми матчах лишаешься возможности попасть чемпионат мира но может быть где-то минимально это даже положительную роль сыграла и помогло присмотреться более скажем так незамыленным взглядом к группе кандидатов новых футболистов скажем так которые считались вторым эшелоном да и к счастью я рад что эти ребята себя так хорошо здесь проявили тактическом плане играют как и сборная бразилии всегда они играют просто футбол пытаются всех обыграть за счет индивидуальных сильных качеств футболистов своих и то поколение которое у них сейчас собрано она мега сильные у них люди которые играют в чемпионате россии и не попадают даже в состав сборной бразилии в любой другой команде были бы лидерами любой другой сборной то есть уровень их футболистов он ну запределен да это космос если брать последние восемь лет то тогда мы где где-то дальше за космосом если брать последние пары сезонов то мы хотим туда полететь хотелось бы больше и я думаю что в этом году нам не хватило отмененного кубка европы вот это такой турнир который точно бы нам не помешал вот очень хорошо опять же благодарен руководству российского футбольного союза за то что получилось у нас принять участие в португальском турнире мундиолита это старейший турнир по пляжному футболу мире где всегда играют сборной португалии бразилии еще две приглашенные команды вызывает огромный интерес он очень активно освещается в средствах массовой информации в португалии в этом году был хороший состав участников все команды выигравших когда-либо чемпионаты мира то есть сборной бразилии россии португалии и франции и мы туда поехали экспериментальным составом как раз и этот турнир нам в общем-то дал много и самое главное он дал нам футболиста для основного состава сборной это виктор крышанов который после этого в общем-то без пропущенных игр так и отыграл до конца сезона за сборную я считаю сделал это очень стабильно и уверенно я думаю что с годами это дистанция стала больше чем было по началу с тем поколением сборной да так если быть уж очень откровенным то поколение сборной в чисто футбольном плане по уровню игроков она была все таки на мой взгляд немножко повыше но те ребята которые сейчас приходят в сборную они зато очень ответственны очень мотивированы и у них есть свои козыри поэтому здесь с каждой командой надо находить те свои рычаги и инструменты которые будут помогать добиваться хорошего результата а